Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно будет действовать 10 лет и подтверждает, что будущее Украины в НАТО. Как и говорится в тексте соглашения, подписание состоялось на саммите G7 в Италии. Керевники страны сейчас подписывают историческую угоду о безопасности между США и Украиной. В офисе президента уже отметили, что документ определяет необходимость сохранения и развития суверенитета, демократии и способности Украины сдерживать и реагировать на нынешние и будущие внешние угрозы. Полный текст также доступен на официальном сайте президента Зеленского. Но поговорим о чем-то кроме декларативных истин, о чем конкретно идет речь в документе и что для нас меняет подписанное со штатами соглашение. Соединенные Штаты намерены предоставить долгосрочную, материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасностную, оборонопромышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдерживать будущую агрессию РФ. Говорится об этом в документе, однако конкретных гарантий соглашение не включает. Президент Джо Байден подчеркнул, что американские войска не будут направлены в Украину, однако власти сделают все, чтобы подготовить украинских бойцов и приблизить ВСУ к стандартам НАТО. Президент Зеленский назвал этот документ историческим соглашением и заявил, что это самое важное событие с начала отношений Украины и США. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан накануне подчеркнул символическое значение этого документа. Если Владимир Путин думает, что сможет переждать поддержку Украины со стороны коалиции, он ошибается. Мы считаем, что безопасность Украины играет центральную роль для безопасности Европы, а значит и для безопасности Америки. По сути, документ обязывает США в течение 10 лет продолжать обучение украинских вооруженных сил, расширять сотрудничество в производстве вооружения и техники, предоставлять военную помощь и усиливать обмен разведданными. В случае нового нападения РФ, согласно соглашению, власти Соединенных Штатов должны немедленно провести консультации с Украиной, чтобы определить дальнейшие шаги. В то же время соглашение не содержит обязательства о взаимной обороне, наподобие коллективной безопасности НАТО. В документе также нет конкретных финансовых обязательств по поддержке обороны Украины. Вместе с тем, в приложении изложено, как администрация Байдена планирует работать с Конгрессом по долгосрочному финансированию такой поддержки. Важно, что теперь поддержка США распространяется как на время войны, так и на мирный период. То есть, пока Путин стоит с протянутой рукой перед КНДР и на мостике в стиле Кабаевой перед Китаем, Украину принимают на равных. За что воевали, то и пожали. В своем ночном обращении президент Зеленский также назвал более конкретные детали, касающиеся поставок в Украину ПВО и истребителей. Главный результат для нас будет больше ПВО для наших городов. Петриоты – это уже фактически украинское слово. Будет больше техники и других необходимых вещей для фронта. Есть решение и касательно использования российских активов на пользу Украины. И есть первый весомый шаг большой семерки касательно 50 миллиардов долларов. Спасибо. Есть два договора по безопасности. Исторический результат со Штатами. Двустороннее соглашение по безопасности, которое выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества. И это сильнейшее соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. А что же надежды РФ на Трампа? Напомню, еще до подписания соглашения издание The Washington Post писало со ссылкой на чиновников, что поскольку десятилетнее соглашение о безопасности между Украиной и США не будет ратифицировано Конгрессом, любой последующий президент Соединенных Штатов сможет его отменить. В частности, речь идет о Дональде Трампе, бывшем президенте США и нынешнем кандидате на пост президента. В то же время в Штатах надеются, что именно это соглашение преодолеет внутренние политические разногласия в стране. Однако, как отмечает издание, в случае победы Трампа на выборах будущее соглашение туманно. Сам Трамп ранее заявлял, что он способен прекратить войну между Россией и Украиной в течение 24 часов. Прошло с тех пор пару месяцев. Также на саммите Большой Семерки президент подписал соглашение с Японией. Вместе с премьер-министром Японии Фумио Кишидой Зеленский поставил свою подпись на 17-м таком документе. В течение 2024 года Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов США и будет поддерживать нашу страну на протяжении всего 10-летнего срока действия соглашения. Это первое подобное соглашение со страной вне границ НАТО, с Тихоокеанского региона. Мы, в общем, вывели отношения с Японией к такому содержанию, которое имеют далеко не все европейские страны. Украина очень это ценит. Мы работаем вместе в сфере безопасности, политики и экономики. Соединенные Штаты не ограничатся передачей Украине только в 16-х. Речь идет об эскадрильях самолетов именно во множественном числе. Об этом заявил Зеленский также после подписания соглашения о безопасности с Америкой. Этот факт указан в тексте соглашения со Штатами. Соединенные Штаты обязуются координировать с Украиной и работать главным образом через союзнический консорциум над модернизацией военно-воздушных сил Украины, в частности, над закупкой эскадрильей современных истребителей, обеспечением, вооружением и соответствующей подготовкой для поддержки возможностей истребителей четвертого поколения. Включая, но не ограничиваясь, многоцелевыми самолетами F-16, а также других возможностей воздушного пространства, таких как транспортные и разведывательные, наблюдательные и разведывательные платформы, включая беспилотные. Ключевой вопрос – когда же истребители поступят в Украину? На него ответил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун. Вчера в Брюсселе состоялось 23-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, которое традиционно собрало руководство оборонных ведомств около 50 стран. Во время брифинга по итогам Браун заявил, что главная цель – предоставить самолеты уже этим летом. Соединенные Штаты вместе с другими участниками авиационной коалиции активно тренируют украинских пилотов и обеспечивают всяческую подготовку. Мы работаем в онлайн-формате, чтобы убедиться, что у нас есть все то, что Украине нужно. Наша цель – предоставить эти F-16 этим летом. Дело заключается не только в том, чтобы иметь эти F-16, но также и в понимании того, что нужно их оснастить всем необходимым. А также обеспечить и обучить технический персонал. Напомню, президент Зеленский в ночном обращении также говорил об ускорении обучения для украинских пилотов. А американские истребители F-16 являются наиболее перспективными и ожидаемыми в Украине, как отметили в военно-воздушных силах. Хотя французские «Мираж-2005», которые пообещал Эммануэль Макрон, также могут дополнить украинскую боевую авиацию. Все нажитое русскими олигархами под кредит. Наконец-то российские активы принесут реальную пользу Украине. Лидеры «Большой семерки» достигли соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. Речь идет о кредитном механизме, погасить который планируют за счет сверхприбылей в замороженных юрисдикциях разных стран активов РФ. В течение двух дней после начала российской агрессии члены «Большой семерки» совместно работали над заморозкой 280 миллиардов фондов Центробанка РФ. Мне невероятно приятно поделиться тем, что на этой неделе «Большая семерка» согласовала план разблокировки доходов от замороженных фондов и передачу их на благо Украины. Это еще одно напоминание Путину, что мы не только не отступаем, мы стоим вместе против этой незаконной агрессии. Речь идет о ранее озвученном предложении США. Премьер-министр Италии Джорджо Мелони подчеркнула, что такая поддержка будет предоставляться не за счет конфискации самих Росактивов, а путем использования прибыли, которая со временем накапливается. Сегодняшний шаг является фундаментальным политическим шагом, который теперь нужно будет быстро проработать с технической точки зрения, четко учитывая уже принятую на уровне Европейского Союза нормативную на уровне Европейского Союза. Это неожиданный результат, которым я особенно горжусь. Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что планы G7 предоставить Украине около 50 миллиардов финансовой поддержки, привлекая замороженные российские активы, являются четким сигналом главе Кремля Владимиру Путину. Это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета. И это также четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто отсиживаться и надеяться, что фискальные проблемы в стране, поддерживающие Украину, однажды позволят ему выиграть эту войну. Немецкий канцлер утверждает, что Путин ошибся, когда считал, что международная поддержка Украины со временем уменьшится. Хотя здесь точнее сказать, что Путин в принципе ошибся адресом, когда решил вторгаться в нашу страну. Сам российский диктатор продолжает отрицать реальность и пытается убедить свое окружение в возможностях РФ к сотрудничеству с цивилизованным миром. Как уже говорил в начале, при тесном международном сотрудничестве с теми, кто к этому готов, с теми, кто хочет с нами работать. А таких не просто немало, таких в мире много, если не большинство. Пока, правда, сотрудничать получалось только у российских НПЗ и украинских дронов в пылком огненном союзе. Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что якобы ночью беспилотники атаковали нефтебазу, которая была незначительно повреждена. По предварительной информации, несколько беспилотников повредили резервуары с топливом, но возгорание не допущено и пострадавших тоже нет. В целом, в России этой ночью горело сразу в нескольких областях. В Минобороны РФ заявляют о якобы уничтожении 70 дронов над Ростовской областью, еще 17 над Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской областями и Крымом. Российские паблики пишут, что ударили по аэродрому Морозовск, где базируются, напомню, бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34. Также в нескольких населенных пунктах пропало электричество, а губернатор Ростовской области заявляет, что все сбили. Ну, мы слышали. В Москве произошел пожар на территории бывшего научно-конструкторского бюро Сухого, одного из ведущих российских предприятий по разработке авиатехники. Об этом сообщил телеграм-канал Астра. Сначала сообщалось о возгорании в одном из неэксплуатируемых зданий. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Обрушилась крыша. Позднее российская МЧС уточнила, что горит заброшенное здание на первом Боткинском проезде. В Институте изучения войны считают, что незащищенными для России остаются не только нефтеперерабатывающие заводы, но и плацдарм во временно оккупированном Крыму. Ведь он сейчас уязвим к ударам украинских военных. И увеличение концентрации ПВО на полуострове только ухудшает ситуацию. Здесь процитирую. Постоянные украинские удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, похоже, заставляют российских военных перекидывать в Крым дополнительные средства ПВО для защиты существующих баз и логистической инфраструктуры. А последующие удары украинских вооруженных сил по таким средствам ПВО могут сделать полуостров непригодным для использования, как плацдарм для российских военных. Ранее глава ГОР Кирилл Буданов заявлял, что россияне разместили в оккупированном Крыму экспериментальную систему С-500. По сути, это модернизированная С-300, а размещают системы в рамках усилий, направленных на усиление российской противовоздушной зонтичной обороны над полуостровом. Следует напомнить, что аэродром Бельбек уже стал своеобразной ловушкой для российских средств противовоздушной обороны, которая успешно атакует вооруженные силы Украины. Аналитики называют это организованными усилиями по деградации российской противовоздушной обороны. Мы же можем сказать, что Украина все ближе к тому, чтобы нанести значительный удар. Украина все ближе к тому, чтобы нанести значительный удар.